Подробно о поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии рассказал глава региона Сергей Морозов в своем традиционном обращении. Приняты законы из пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии. Снижение ставки по упрощенной системе налогообложения с 6 до 1% для аптечной сети. Снижение такой ставки для пострадавших отраслей регионального перечня по доходам с 6% до 1%, а по доходам минус расходы с 15% до 5%. Снижение ставки по налогу на имущество для торгово-инфраструктурных объектов в зависимости от категории объекта от 0 до 1%. Все это даст возможность поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства. А значит, огромное число ульяновских семей. Сейчас для выхода из кризисной ситуации на рынке труда мы предпринимаем 4 шага. Первый шаг касается поддержки предприятий для сохранения трудовых коллективов. Мы предусмотрели субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на организацию временных рабочих мест в случае установления предприятием режима неполной занятости. Второй шаг касается поддержки безработных, в том числе приезжающих с вахтовых работ и с других субъектов. Мы начали ввести реестр вахтовиков для дальнейшего трудоустройства в регионе. Третьей мерой станет поддержка людей, прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность. Мы вышли с инициативой на федеральный уровень, в которой предложили увеличить пособие для граждан, прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность на апрель, на май, на июнь до 12 130 рублей. Такую же компенсацию мы планируем для увольненных и зарегистрированных в службе занятости граждан, независимо от даты увольнения. И четвертое. В целях сохранения работоспособности службы занятости населения принято решение установить до конца 2020 года дополнительное материальное стимулирование для сотрудников кадровых центров. Ульяновская область остается на предпоследнем месте по числу заболевших в Приволжском федеральном округе. Но рост числа заболевших и госпитализированных не позволяет нам успокаиваться. Общее число зараженных по оперативным данным в регионе составляет 573 человека. Продолжение следует...